Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48323. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Развитие Анапы губернатор Кубани Александр Ткачев обсудил на рабочей встрече с главой курорта Сергеем Сергеевым. Личный прием главы города анапчане идут за реальным решением проблемы. Альтернатива детскому садику – семейные группы воспитания. Стратегию развития Анапы губернатор Кубани Александр Ткачев обсудил на рабочей встрече с главой курорта Сергеем Сергеевым. Предстоящий сезон будет напряженным, подчеркнул глава региона в начале встречи. В условиях конкуренции с Крымом за туристов курортом Кубани придется побороться. И Анапа не исключение. Руководителям муниципальных образований и представителям курортного бизнеса предстоит мобилизовать все ресурсы. В наших планах развития курортно-рекляционного комплекса Кубани, нашего края, ставим задачу увеличить количество туристов, отдыхающих. Значит, нам нужно прибавить и в работе. Естественно, увеличить конкурентную составляющую. Значит, сервис, цены, обслуживание, инфраструктура, безопасность, благоустройство и так далее. Я очень надеюсь, что и этот сезон, и будущие годы для Анапы будут достаточно успешными, перспективными и доходными. Как и для бюджета городского, так и огромное количество предпринимателей, которые, в общем-то, выстраивают свой бизнес на базе курортной индустрии. Самый солнечный кубанский курорт Анапа сегодня активно развивается и благоустраивается. В городе появились новые дороги, реконструированы прогулочные зоны, сделано много в плане озеленения города, появились новые скверы. В санаториях и здравницах созданы все условия для качественного отдыха, но есть в Анапе и болевые точки. Количество транспорта год от года увеличивается. В многокилометровых пробках стоят и жители, и гости. Особенно это заметно в курортный сезон, когда поток автомобилей увеличивается в несколько раз. Александр Ткачев подчеркнул, транспортную проблему нужно решить в кратчайшие сроки. Курорт к встрече отдыхающих должен быть готов на отлично. Мы уже столкнулись с появлением Крыма, переправы, огромное количество туристов, отдыхающих, машин, очереди на Тамане. К сожалению, баснословно. Мы в том числе испытали транспортную нагрузку, коллапс, когда жители края проезжали в сторону станицы Баловещенска, это и Утриш, это и другие направления. Вопросы транзитового прохода через Анапу, они стоят очень остро. Я знаю, что уже для разгрузки подъездных путей к городу со стороны, конечно, грузового транспорта уже ведется сегодня строительство участка автодороги, которая соединит сегодня трассу федеральную, Новороссийский, Кельский прорив, с дорогой, прежде всего, регионального значения, через станицу Варениковскую. Также в планах у дорожников края расширение объездной автодороги непосредственно со стороны Кембрюка в Анапу, строительство объездной вокруг Анапы. Я считаю, что это стратегическое направление, и мы должны использовать эти средства для того, чтобы разрезать эти транспортные узлы. Что в этом плане делается и как обстоят дела здесь. Для себя я определил пять основных направлений. У нас в станице Анапской в центральной части рынок большой поток пешеходов, который создает неудобства, и организуются многокилометровые пробки. Сейчас ведется интенсивное проектирование подземного пешеходного перехода. Мы нашли небюджетные источники. Второй вопрос – это объезд, чтобы транзитный транспорт со стороны Новороссийска либо со стороны Крымского полуострова не попадал в город-курорт по Симферопольскому шоссе. Глава Анапы также отметил, важным вопросом успешного развития транспортной составляющей курорта сегодня является строительство и организация парковок. Учитывая, что большая часть туристов на море приезжает именно на автомобилях. Обустроенных кемпингов в Анапе уже 11. Человек едет с семьей, допустим, он хочет, чтобы рядом была машина. А есть и такие, которые готовы оставить на бесплатную либо минимальную оплату парковка, но в черте города. Моя проблема – как их переместить от парковки до места отдыха, либо до пляжа. Ну и отдельно я хотел бы сказать, Александр Николаевич, это сельские населенные пункты. Для меня Анапа – это все 62 населенных пункта. И я хотел бы, чтобы там тоже были дороги. Поэтому те суммы, которые у нас сегодня есть, я поделил пополам. Половина город и половина сельских территорий. Кроме того, на встрече обсудили вопрос самостроев. Так же, как и в ряде других городов региона, эта проблема в Анапе стоит остро. Александр Ткачев потребовал усилить борьбу с незаконным строительством. Подобная застройка, отметил губернатор, уродует город, создает неудобства для жителей и, в конечном счете, негативно сказывается на развитии всей инфраструктуры курорта. Сергей Сергеев провел личный прием граждан. Анапчане приходят к мэру с надеждой на решение острых и иногда многолетних проблем. Жители Анапы, станицы Анапская, хутора Песчана и даже Выселковского района побывали на очередном приеме главы по личным вопросам. Несколько вопросов касались улучшения жилищных условий, в том числе для многодетных семей. Заявителям разъяснили правила алгоритмов действий. Предстоит собрать необходимый пакет документов, чтобы встать на очередь на улучшение жилищных условий, а также обратиться в многофункциональный центр с соответствующим заявлениям. Рауза Строганова обратилась к главе от имени жильцов дома по улице Чистая в Анапе. Около трех лет назад по соседству началась стройка многоквартирного жилого дома. Застройщик обещал восстановить разбитую дорогу после движения грузовых машин, но обещание не закрепил документально. Как объяснил глава города Сергей Сергеев, сейчас при выдаче разрешительной документации прописываются обязательства застройщика, в том числе по восстановлению дорожного покрытия. Вопросы возможности выделения средств на оцепку дорог рассмотрят. На каждый прозвучавший вопрос заявителям будут даны разъяснения. За четыре месяца текущего года в администрацию Анапы поступило 241 обращение жителей курорта, чаще всего по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, земельно-имущественных отношений и архитектуры. Власть Анапы ожидает от чиновников и руководителя городских и федеральных служб реальных результатов работы, особенно в той ее части, что касается санитарного состояния города-курорта и его благоустройства. Подготовка к курортному сезону должна вестись системно, а не точечно, возобновляясь только после очередного объезда главы. Не готовым к таким требованиям рекомендуют не мешать общей работе и оставить свои посты. На этой неделе практика выездных проверок придорожного сервиса продолжится. Об этом сообщила заместитель мэра Анапы Яна Дуплякина. К работе должны активно подключиться главы сельских округов и сдавать отчеты по итогам рейдов. Не каждый месяц, как это было ранее, отчет по проверкам должен быть ежедневным. Заместитель мэра Сергей Козлов призвал ответственных не дожидаться крайних случаев и проявлять инициативу. Например, привести в порядок заброшенные поля и городские участки территории, покосить сухую траву в избежании пожаров. На планерке говорили об усилении охраны общественного порядка, в том числе на территории детского парка. По распоряжению главы курорта там установят стационарный пост полиции и обеспечат круглосуточное дежурство. Всего в Анапе таких дополнительных постов будет шесть. Кроме того, в курортный сезон Анапскую полицию ждет усиление. На помощь нашим стражам порядка прибудут 233 сотрудника. Замечание на планерном совещании прозвучало в адрес Управления образования. Деньги, выделенные на ремонт и восстановление детских спортивных площадок, до сих пор не использованы. Как отчиталась руководитель управления Нина Филофеева, соответствующая программа принята, работы проводятся. Задачи специалистам подведомственных служб поставил заместитель мэра Анапа Алексей Харитонов. Управлению гражданской обороны продолжить проверку паспортов безопасности здравниц в соответствии с планом для последующего включения в систему оповещения. Усилить контроль услуг таксистов и управлению ЖКХ до конца текущей недели завершить работы по разметке дорог. 36 перекрестков уже готовы, 17 предстоит сделать. По графику 7 рабочих дней в неделю. Первый вице-мэра Анапы Светлана Яроваева очередной раз напомнила руководителям. От них требуется инициатива, ответственность и принятие грамотных решений. Все поставленные главой задачи должны быть выполнены в срок. Нам были поставлены задачи и срок исполнения 10 дней. Я еще раз хочу, чтобы мы вернулись вместе и не подводили руководителя. В воскресенье глава собирал всех начальников управления и заместителей. И задал простой вопрос. Кто чувствует себя неспособным выполнять поставленные задачи? Вопрос был задан. Никто руку не понял с тем, чтобы сказать, что извините, я готов работать, но может быть не в таких объемах, не в таком темпе, или как-то попроще, или еще что-то. Или не чувствую за собой способности. Все уверены были, что могут. В чем дело? С 26 мая в школах и гимназиях начнутся выпускные экзамены. Заместитель главы Людмила Мурашова подняла вопрос о бесперебойной подаче электроэнергии в этот период, чтобы не сорвать экзамены выпускникам. Алексей Харитонов, ссылаясь на опыт предыдущих лет, распорядился обеспечить каждую школу дополнительным резервным источником питания. 24 мая в Анапе прозвенит последний звонок для учащихся 11 и 9 классов. И еще несколько важных вопросов. Так, с 25 мая постановлением главы строительно-монтажной работы на всех стройплощадках будут приостановлены. К концу недели должны быть восстановлены все разрытия, какие есть сегодня в городе. На этой неделе запланирована встреча знакомства представителей органов территориального общественного самоуправления со специалистами службы муниципального контроля. И сегодня на планерном совещании поздравили главу Гостогаевского сельского округа Николая Баюра. С днем рождения в его адрес прозвучала благодарность за многолетний труд от администрации города Совета депутатов депутата ЗСК Николая Иванюшкина. Мы человек, который предан своему, своей столице, своей земле, своим антезельчанам, столичникам, ну что. Огромное спасибо вам за вашу трудовую деятельность. Я родился в столице Остагавской. Здесь мои корни, предпочтую эту столицу. И всю свою жизнь связала именно с ней. Ты любишь свою столицу. Чувствуешь доверие людей. Чувствуешь поддержку, взаимопонимание своих окружающих, что проходит в отдыхании. И хочется работать дальше. Поэтому спасибо вам за все. Я пока буду в здоровье. Буду продолжать работать на планах наших коротков. Председатель Совета депутатов Леонид Кочетов напомнил, очередная сессия Совета будет выездной в селе Гайкадзор, где подробно рассмотрят проблемы увеличения продукции личных пособных хозяйств. Главы всех сельских округов также примут участие в обсуждении. По всей стране и Анапа не стало исключением. В войсковых частях прошли дни открытых дверей. На нашем курорте для будущих защитников Отечества распахнула дверь и войсковая часть ВДВ 4515. Организаторы дня контрактника – Анапское отделение военного комиссариата и Центр патриотического воспитания молодежи «Ратмир». Вадим Родин расскажет об одном дне контрактной службы. Это единственный день в году, когда десантники пропускают на территорию части гражданских. Повод – познакомить молодежь Анапы, города воинской славы, с жизнью и бытом молодых ребят, которые сделали свой выбор в пользу службы по контракту. С одной стороны, это добровольный вклад в укрепление обороны страны, повышение боеготовности российской армии и флота. С другой стороны, заключить контракт – значит поставить свое настоящее и будущее на стабильный фундамент социальной защищенности. Служба по контракту предоставляет удивительные возможности для будущей жизни. Это, в первую очередь, стабильность, жилищные условия, денежные удовольствия, выходные отпуска. Мы служим нашей Родине, оберегаем ее покой, границы и верим в то, что все будет хорошо. На предложение узнать больше о контрактной службе откликнулись студенты Анапского колледжа сферы услуг и воспитанники военно-спортивного клуба имени Евскина 4-й школы. Ребята прошли краткий курс молодого бойца. Десантники преподали им уроки строевой подготовки. Студенты попробовали пошагать небольшими шеренгами. Затем осмотрели казармы, посетили выставку боевой техники, поучаствовали в спортивных состязаниях и получили короткие мастер-классы по сборке и разборке АК-74. Я считаю, что молодые парни должны защищать свою Родину, так как это любой долг любого мужчины. Должны защищать свою Родину, семью, детей, родственников. Я бы сам хотел попасть в морскую доходу, так как восхищаюсь доблестью этих солдат, которые служат, защищают, погибают, которые получают свои звания, какие-то награды. Тоже хотелось бы получить. Поскольку это часть воздушно-десантных войск, для студентов провели урок по сборке парашюта, подробно рассказали о его устройстве и принципе действия. И более того, предоставили возможность попробовать свои силы на специальном тренажере, который имитирует спуск десантника с парашюта на землю. Из поколения в поколение передается кодекс чести русской армии и флота. Для этих молодых контрактников такие ценности, как любовь к Родине, честь и воинский долг навсегда останутся непоколебимыми и священными понятиями. И к другим темам. В целях реализации указа президента по развитию дошкольного образования в Анапе совершенствуют альтернативные формы обучения малышей. Наряду с традиционными детскими садами существуют группы кратковременного пребывания детей в саду и так называемые семейные группы. Они-то как раз и являются замечательной альтернативой обычному присмотру за дошколятами. Являясь структурным подразделением детского сада, позволяют родителям самостоятельно осуществлять воспитание и обучение своих детей и при этом получать зарплату. Наша съемочная побывала в нескольких таких семейных группах. Семейной группе Станицы Анапска уже три года. 7 октября 2009 года в семье Петрушиных родилась тройня. Две девочки и мальчик. Создание семейной группы для родителей – хорошая альтернатива дошкольного образования. Детский сад создать – это поддержка нашей администрации. Очень правильное решение. Все-таки нам в такой ситуации мы не можем нигде работать. Действительно, только дети. Но я скажу, что очень большая ответственность. Когда берешь на себя вот такую ответственность, именно этот детский сад, именно хочется, чтобы дети были развитые, воспитаны. Ну, сложновато было первое время, но сейчас мы уже так как бы вливаемся. Мама Татьяна, она же воспитатель в группе. Человек творческий. Любит готовить, шить, вязать. Поэтому сама же ее детям разные костюмы. Дополнительно ребята ходят на занятия в музыкальную школу. И скоро всем им предстоит выбор музыкального инструмента. Для тройняшек дома в семейной группе есть все условия. Родители уверены – лучше, чем в детском саду. Ведь мама всегда рядом. Галина, Валерия и Матвей очень любят рисовать и рассказывать стихотворения. Как тебя понять, ты в мою окон-то глянь. Ой, забыла, что ты не пыла. Отвечала связь, поеба не пытка, чтобы до тебя сглась ядруги улыбка. Детям скоро исполнится по пять лет, а они уже начали учить буквы и счет. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. В Анапе организована 81 семейная группа детского сада. Такую группу можно открыть многодетным семьям, имеющим трое и более детей в возрасте от двух месяцев до семи лет. За свою работу воспитатель и, может быть, один из родителей и нянечка из числа родственников получает зарплату. Из городского бюджета выделяют денежные средства на питание из расчета тех норм, которые необходимы для дошкольника. 85 рублей в день на каждого ребенка. Продукты получают в детском саду на месяц. На данный момент в Анапе заявки подали еще 17 семей, которые хотели бы организовать группу семейного воспитания. Группа формируется следующим образом. Сначала выходят сотрудники образовательного учреждения, смотрят условия, разговаривают с родителем. Дальше вместе с Роспотребнадзором смотрят санитарные нормы, соответствие их для того, чтобы открыть здесь семейную группу. И затем приказом управления образованием эта семейная группа открывается. Идет финансирование. В семье БАК из станицы Гостогаевска 5 детей, 4 дошкольника. Славику 6 лет, Алине 5, Карине 2 года и самому маленькому Олежке всего годик. Мама Мария – воспитатель семейной группы. Наша группа уже работает давно, с 10-го года, с октября месяца. Мы занимаемся с детками, занимаемся и творчеством, и рисуем, и лепим, играем. У нас и физкультурные занятия, и игровые. Дети любят рисовать, вырезать. У каждого ребенка своя личная папка с разными поделками. Из бумаги, листьев, ракушек и других интересных материалов. Своей мамой, что это? Это луна. Луна. А вот еще… Из пазлов. Из пазлов ты это делал? Из пазлов, это макароны. Для детей в доме созданы все условия. В игровую ребятка к настоящем детском саду. Игрушки и развивающие игры – поле для занятий и творчества. Скоро условия станут еще лучше. Семья переезжает в новый дом, где дети начнут готовиться к школе. Рыки в воде, птички везде. Ла на бегу, цветы на луку. Люди спаситель этих и тех, а на детишек больше всех. И это все новости на сегодня. О том, какой будет погода завтра, расскажем прямо сейчас. Партнер прогноза погоды – аптека «Апрель». Теперь аптека работает и на улице Заводской, 28. Этой весной приходите в «Апрель». Аптичная сеть «Апрель» отмечает день рождения. Весь месяц скидки, подарки и призы. Только у нас и только в мае. Купи одну упаковку «Редуксин-Лад» и получи вторую в подарок. «Апрель» всегда рядом. Телефон единой справочной службы 8 800 290 01. В среду 21 мая в Анапе будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем – 18-21, ночью – до плюс 17 градусов по Цельсию. Ветер переменный – 2,4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме – 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы – 17 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48 300 и 48 333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова